Сейверт, давай немножко погрузимся в прошлое и вспомним, как ты работал вместе с Файком в команде ROX. До этого я играл с VIP, с RIP в команде. Я должен был уехать в университет учиться. Это был мой последний курс бакалавриата европейского права в голландском университете. И я не мог приехать играть в LCL. Поэтому я должен был решить для себя, хочу ли я ставить Лигу Легенд совсем, или могу ли я чем-нибудь еще заняться уже, опять же, в рамках киберспорта. Единственное, что я нашел для себя, это тренерство, но на отдаленной основе. То есть я понимал, что мне нужен человек, который должен быть на самом буткемпе, то есть общаться с человеком, который будет контролировать игроков, объяснять игрокам, как нужно себя вести, устраивать дисциплину. И этим человеком был Шорти. Когда я пришел в Роксы, я тогда еще не был достаточно опытным тренером, драфтером, или вообще кем-либо. По большей части вначале я учился сам у Савиора и у игроков. Уже ближе к середине сплита чувствовал себя уверенно. И уже выступал как, так сказать, баунсили идеи друг от друга. То есть мы каждый драфт обсуждали очень долго. Так готовили очень много заготовок, так, чтобы не было возможности того, что я потеряюсь на сцене. Мне понравилось, как работала связка именно дуо тренеров. До этого такого, по-моему, у нас в регионе не было, особенно ярко выделено. И уже потом, когда мне предложили работу в Dragon Army, главным тренером я уже точно знал, что я хочу работать еще с кем-то, то есть чтобы был второй тренер. Скажи, как проходит тренировочный процесс? Тренировочный процесс происходит так, что чаще всего мы делаем с игроками подготовки к склемам. А Ник служит чем-то вроде аналиста после игр, где он помогает мне и команде разбирать ошибки, понимать, как лучше было бы поступить в некоторых моментах и представляет третью точку зрения на игру. Клик делает, я бы сказал, в основном драфт. Я помогаю с этим, я пытаюсь делать аналиста, и я пытаюсь помогать ему с ментальным подходом к команде, потому что, я думаю, это очень важно, как сделать вашей команде правильно, это очень важно, чтобы команда на одной стороне. Мы не сразу пришли к какой-то адекватной модели работы, потому что у нас два тренера, оба без опыта на большой сцене. Поэтому вначале мы старались все делать вместе, вместе делали драфты, вместе работали с командой, разбирали скремы. Но потом мы поняли, что это не самая удобная модель, потому что, когда мнение тренеров не совпадает, у игроков тоже возникают сложности восприятия информации. Поэтому в итоге Руслан работает больше с командой, я больше работаю с командами противников. То есть делаю аналитику, смотрю, какие можно применить стратегии против них, и иногда помогаю в личной работе с игроком. То есть работаю, как и Руслан, в общем-то, психологом на полставке. На мой взгляд, в каждой команде должно быть два тренера, аналитик и психолог. Это идеальная модель, при которой каждый выполняет свою деятельность и не должен заниматься тем, в чем он не является специалистом. Так что я и Дейрун делаю, чтобы мы были в игре, как мы выиграли, как он выгибли к ответственности. Так что мы работаем на моменте, я работаю с сололанерами, и Дейрун сам будет работать с джунгл и ботлей, и когда это касается ассоции от игр, Дейрун начинает более на основе реагирования, и я будет только на драция. И это действительно эффективно. Например, в скраме, когда я закончу драция, Борис может идти на следующий этап, и я уже начинаю работать на следующий игрок.